А там вот спалили ларек, я видел, когда шел, и вот огородили забором, написано продаю, проект, котлован, фундамент, но видимо к этому намечается тоже стройка, вот, ну а я иду тем не менее по улице Бабушкина, на ней попадаются вот такие старинные дома, и я считаю, что это здорово. Вот все-таки от этих домов веет стариной и каким-то теплом. Улица Нерзаводская, тоже интересная улица и название, вот, а вот это вот, обшитое сайдингом, впереди желтенькое здание, это тоже поликлина. Детская, сюда мы Машу водили. Разметка показывает, что рядом школа. И тоже вот новостройки. Этот уже заселяют, да, дом? А, и тот тоже заселяют. Вот мужчина говорит, что вот эти все дома заселяют. Маршрутки бегают. Их достаточно много. Вот там на другой стороне стоит новая маршрутка. Я считаю, они более удобные. А вот этих газелек, их вообще, говорят, хотят запретить. Ну, действительно, неудобно. Тем более в Анапе. Надо вообще полностью менять общественный транспорт. Ну, а обшитое сайдингом, конечно, здание, это просто уродство какое-то. Вот одно время, видите, вот пятиэтажка, сверху надстроена мансарда. Это было одно время какой-то ноу-хау, когда вот так надстраивали. Но им не пошло. Я не знаю, все, кто живет там или не живет. Школа, по-моему, она сейчас вечерняя. Я сейчас точно не помню. Вот такие должны быть дома. С душой. Оно хоть и простое, но какие-то элементы оформления, и уже на него приятно смотреть. Вот эти вот полуколонны, фронтон, оформление окон, и сосны, и небо. И вообще, все замечательно, друзья. Все прекрасно. А вот тоже такой интересный участок. Это кольцо. Кольцо на улице Бабушкина. Такие вот конструкции металлические и вазоны. А это улица Баргузинская. И сейчас я пойду по ней вниз.